По решению Всемирной организации здравоохранения с 1997 года, 20 октября, было объявлено Всемирным днём борьбы с остеопорозом. В России этот день отмечается с 2005 года. И если раньше это заболевание считалось женским, так как они чаще всего подвержены риску заболеть этим недугом, то в последние годы в процентном соотношении мужчины начали догонять прекрасную половину. Именно поэтому Всемирный день борьбы с остеопорозом в нынешнем году посвящен мужчинам. О том, насколько коварно это заболевание, о методах профилактики и предупреждения остеопороза, нашему корреспонденту рассказал врач-ревматолог Видновской поликлиники Валентина Карташова. Неслучайный день борьбы с остеопорозом выпадает на конец октября. Первый снег, гололедица, люди, не успев переключиться на зимние условия жизни, в этот период чаще падают, получают травмы, в частности переломы, за которыми и стоит такое коварное заболевание, как остеопороз. Остеопороз – это системное заболевание костной ткани, при котором возрастает способность перелома. В организме есть остеокласты и остобласты, клетки, которые способствуют выработке костной ткани, и клетки, которые разрушают ее. С возрастом клетки, которые разрушают костную ткань, они, во-первых, начинают работать больше, чем клетки, которые вырабатывают костную ткань. И поэтому кость становится рыхлой и более подверженной перелом. В развитии остеопороза играет роль нарушение равновесия в ремодулировании костной ткани. Этому заболеванию подвержены люди, у которых в анамнезе есть переломы шейки бедра у родственников, которые употребляют некоторые лекарственные препараты. Бывает также вторичный остеопороз при некоторых заболеваниях, такие как сахарный диабет, онкологические заболевания, ревматоидный артит. Наиболее подвержена остеопороза женщина старшего возраста. С наступлением менопаузы снижается уровень гормона эстрогена и, как следствие, увеличивается риск переломов. Возраст 165 лет является фактором развития остеопороза и у мужчин и у женщин. Но у женщин после 40 лет, то есть после наступления менопаузы, с первого года после менопаузы снижение костной массы достигает 10%, потом уже 2-5% с каждым годом. Сегодня заболевание заметно помолодело, и в этом большую роль играет питание, которое в современном мире часто состоит из фастфудов, газированной воды, которая, по мнению медиков, вымывает кальций из организма, а также часто употребления мяса. С каждым годом растет число заболеваний остеопорозом у мужчин. Так в России страдают этим недугом 33% женщин и 24% мужчин старше 50 лет. Подверженность мужчин связана с злоупотреблением алкоголем, кофеином, табак, курением. Истончение костной ткани происходит по разным причинам, но основное все же неправильное питание. Последствия остеопороза – это различные переломы. Переломы тел позвонков, шейки бедра, лучевых костей. Но не всегда сразу удается поставить верный диагноз. Остеопороз маскируются такими заболеваниями, как остеохондроз или артроз. При остеопорозе страдают чаще всего кости бедренной кости, кости позвоночника и лучевая кость. Переломы позвонков могут быть даже незаметны. То есть диагноз может поставиться, когда уже произошли переломы. А болевой синдром может списываться как остеохондроз, допустим, при переломе позвоночника. Так что профилактику остеопороза необходимо начинать еще в детском возрасте. Главное – употребление кальция, который в достатке содержится в нежирных молочных продуктах – цветной капусте, брокколи, лососе, сыре. Аллергику можно использовать соевое, козье молоко, ореховое молоко, рыбу, брокколи, орехи. То есть брать витамины из... Да, кальция брать из этих продуктов. В любом возрасте полезно принимать солнечные ванны и заниматься физкультурой. При малой эффективности обычных мер предупреждения болезни врачи рекомендуют обратиться к средствам медикаментозной профилактики. Главное помнить – затягивать с профилактикой не стоит. Обнаруженный остеопороз пока заболевание неизлечимое. Можно лишь улучшить состояние костной ткани. Остеопороз не лечится. Его можно только притормозить препаратами. Есть специальная группа препаратов для профилактики остеопороза, для лечения остеопороза. Но лучше предотвратить, чем потом осложнение остеопороза лечить. В пожилом возрасте – это избегать падений. Принимать, во-первых, препараты, которые уменьшают явление головокружения. И что немаловажно, необходимо быть внимательным к своим пожилым родственникам. Помочь сходить в магазин или в аптеку у молодых порой нет времени. Но для стариков такая прогулка в гололёд может обернуться большой бедой. Напоследок немного статистики. По данным Российской ассоциации по остеопорозу, каждую минуту в России происходит 7 переломов позвонков. Каждые 5 минут – перелом шейки бедра.